Итак, официально подтверждено, духовный и политический лидер движения Хизбалла Хасан Насрала уничтожен в Бейруте в результате вчерашней ликвидации. Все, теперь это совершенно официальное заявление армии обороны Израиля. Вместе с ним, кстати, был уничтожен Али Карахи, это командующий Южным фронтом Хизбаллы, тот, который ведет войну против Израиля, чья неудачная попытка ликвидации была несколько дней назад. Вот сейчас эту ошибку исправили и теперь, если взглянуть на эту картинку, высшее военно-политическое руководство Хизбаллы, то мы здесь видим такой полнейший флеш-рояль. Никто из старших командиров и руководителей Хизбаллы в живых не остался. Вот для меня эта история вчера развивалась следующим образом. В 8.40 утра мой источник мне написал, что вот на авиабазе, где он находится, стоят в стороночке несколько самолетов F-15A с подвешенными бомбами GBU-72. Он тогда ошибся только в типе бомб, но издалека, наверное, понимаешь, он не рядом с ними там околачивался, но издалека можно спутать. Бомбы эти были, судя по всему, другие GBU-28, но противобункерные тоже, но мы о них поговорим чуть позже, о том, каким оружием все это было сделано. Я ему в ответ написал, да неужели хотят грохнуть насрал. Он ответил что-то вроде, посмотрим, и наша коммуникация прервалась. И в 18.20 появились первые сообщения о том, что по району Дахия нанесен мощный удар высокоточными противобункерными бомбами. И вот с этого момента стала развиваться вот эта история, когда сначала не было понятно, потом было никаких подтверждений, потом было подтверждение, что он там был. Но, в общем, все это было так несколько неопределенно, но было совершенно очевидно, что вот вчера вечером израильская армия предприняла попытку ликвидации духовного и политического лидера Хизбаллы, шейха Хасана Насраллы. И вот сейчас, собственно, сегодня официально подтвердили, что он действительно ликвидировал. Всем привет, меня зовут Сергей Услейдер, вы на моем канале, не забывайте, пожалуйста, поддерживать мои видео. Сейчас мы с вами поговорим о том, как происходила эта операция, как израильская армия добралась, наконец-то, до этого неуловимого Хасана Насраллы, который с 92 года, напоминаю, 32 года, по-моему. Он бессменно руководил Хизбаллой и вот, наконец, завершил, так сказать, свое руководство, отправившись на концерт Кобзону или на встречу с президентом Раисей или со Смейлом Ханей, тут как хотите, так и кому как больше нравится, что называется. Короче говоря, не забывайте поддерживать мои видео, лайк, подписка, комментарии, все как обычно, финансовая помощь тоже очень приветствуется. Это кнопка суперспасибо, суперценкс, сердечко с долларом, две платформы Бусти и Патреон, ссылки на них находятся в описании и можно стать спонсором канала на Ютубе. Все это важно, нужно, полезно и огромное спасибо всем, кто это делает. Итак, удар был нанесен по шиитскому пригороду Бейрута, который называется Дахье, это всегда была такая опорная база Хизбаллы, это столица Хизбаллы в столице Ливана, абсолютно такой обособленный район, куда не было хода никому, кроме членов Хизбаллы, их семей, шиитов и так далее. И было сброшено по одним данным 8, по другим 10 вот этих высокоточных противобункерных боеприпасов, взрывы там сотрясли, конечно, весь Бейрут и всю Дахью, естественно, обрушилось несколько зданий и, судя по всему, били по бункеру. Под Дахье, под определенным комплексом зданий находился подземный бункер, подземный штаб Хизбаллы и, судя по всему, возможно, это и была та самая резиденция Хасана Насраллы, генсека Хизбаллы, в которую он вот пребывал последние, не соврать, лет 20 уже точно. Ну вот с 2006 года он оттуда практически не выходил, редко появлялся на поверхности, если и появлялся, то только там на очень массовых мероприятиях, на таких митингах, для того, чтобы не нанесли удар, да, и, ну, используя как бы своих сторонников в качестве живого щита, пока по сей день. Там идет разбор завалов, во-первых, Хизбалла удалила всех журналистов и категорически запрещает всем, кто находится там в окрестностях, прикасаться вообще к мобильным телефонам, даже прикасаться, не то что там снимать. И идут поиски, видимо, ищут тело или тела. Вроде как найдены 8 тел, но непонятно, кто там, собственно, эти тела. По некоторым данным, среди прочего, Софи Аддин тоже убит, это племянник Хизбаллы и его возможный преемник, потому что все время говорили о том, что рано или поздно-то Израиль до него доберется, и кто-то должен быть преемником. И вот этого Аддина называли в качестве преемников, он уже подтвержденно ликвидирован. Кто такой Хасан Насрал? Ему 64 года было, наверное, он шиит, родился он в пригороде Бейрута и, в общем, занимался там исламским богословием, в 80-х вступил в Хизбаллу и быстро начал делать карьеру в этой организации, став там таким своего рода политруком, замполитом, в общем, по исламской части, по исламистской, я бы даже сказал, части. В 92-м году он заменил Аббаса Аль-Мусави, он был тогда лидером Хизбаллы, духовным, да и в общем, и политическим тоже, он был ликвидирован Израилем, и Насрал его тогда, собственно, заменил. С тех пор Хизбалла, бытность Насралы, что, собственно, ему ставят в заслугу, да, превратилась из такой локальной террористической группировки в очень мощную военную силу регионального значения. И, кроме этого, как бы одни ставят это в заслугу Насралли, а другие, естественно, в укор это говорят Насралли, Хизбалла стала полностью зависимой от Ирана, то есть Хизбалла стала иранским прокси. Цена, которую они заплатили за то, чтобы стать самой крупной негосударственной армией планеты, о чем я уже много раз говорил, стала полная зависимость от Ирана, в том числе и в деле, так сказать, в механизме принятия решений. Уже в бытность Насралы, как бы, духовным и, в общем, политическим лидерам Хизбаллы. Хизбалла постоянно наращивала свой военный потенциал. Она тогда начала обзаводиться вот этими ракетами дальнего радиусодействия. Ну, сейчас они уже кажутся не дальнего радиусодействия, но тогда она уже смогла обстреливать северные районы Израиля. Израиль несколько раз проводил операции. Вот, в частности, в 93-м году была операция сведения счетов, называлась. А в 96-м была операция гроздья гнева. И вот, как сейчас помню, я был в Израиле, брата своего навещал, который уже здесь жил. Мы вот сидели на пляже в Тель-Авиве и слышали, было, как что-то где-то бухает вот в северном направлении. И я еще удивился, что это такое. Это интернета не было, смартфонов не было. Он сказал, что там идет какая-то армейская операция. То есть, Израиль там наносил удары по инфраструктуре Хизбаллы. Пиком, как бы, противостояния в тот момент стала Вторая Ливанская война 2006 года, когда Насрал отдал приказ об атаке на израильский военный патруль. Трое были убиты военнослужащих, двое похищены, уже погибшими. Еще двое похищены, они тоже были погибшими во время этой атаки. Израиль начал ответную операцию. Сахар-Голем она называлась. То есть, достойное возмездие. Потом она была названа Второй Ливанской войной. Были тяжелые бои в Южном Ливане. Компания считается не очень удачной для израильской армии. Но все это вылилось в серьезные разрушения в Ливане. И позднее Насралла признал свою ошибку. Насралла признал, что если бы он знал, что реакция Израиля будет вот такой. Пол Бейрутов в клочки разнесли. А уж Южный Ливан там весь перемешали с землей буквально. То он бы тогда такого приказа не отдавал. И вот тогда впервые заговорили в ливанском обществе. Вот так в открытую. Что Хизбалла натурально втягивает Ливан опять в войну с Израилем. Если в 1982 году во время первой ливанской это палестинцы втянули Ливан в войну с Израилем. То сейчас уже сами ливанцы втягивают эту страну в противостояние с Израилем. Что грозит Ливану очень серьезными бедствиями. Что собственно и произошло и происходит сейчас. И вот в таком режиме дотелепались до 2023 года. Приключилось 7 октября. И насрало то ли по указке из Тегерана. То ли по собственной инициативе. Я все-таки склоняюсь к первому. Решил поддержать своих палестинских братанов. И начал вот обстрелы израильского севера. И довольно долго Израиль как мы помним отвечал очень ограниченно. Не втягиваясь в противостояние. Не втягиваясь в крупную войну. Занимаясь газой. В тот момент когда приняли решение. Что все с газой более-менее понятно. С газой более-менее все разрешилось. Начинаем войну на севере. И начали наносить удары. Ликвидация Шукра. Ликвидация там арсеналов Хизбаллы. Ликвидация Ибрагима Акилы. И вот Хасана Насраллы. Судя по всему Израиль вот взял курс на буквально таки вот уничтожение Хизбаллы. Понятно что ее тоже вот целиком не уничтожишь. Как и Хамас например. Есть в основе всего этого некая идея. Такая обсессивная, маниакальная, радикальная. Но она есть. А идею уничтожить очень сложно. Выдрать из голов людей идею практически невозможно. Поэтому по всей видимости. Как бы конечная цель. Это очень сильное серьезное ослабление Хизбаллы. Настолько чтобы она перестала представлять из себя угрозу. Ну сказали же да что как бы главное это вернуть жителей севера. Безопасно вернуть их в свои дома. Как жителям севера после 7 октября продашь вот эту идею что им можно возвращаться в свои дома. Только нанеся Хизбалле вообще тяжелейший урон. Чем собственно вот сейчас израильская армия и занимается. Давай теперь немного остановимся на самой операции. Как она происходила. Вот эта ликвидация. Вообще предполагалось что ну как бы ликвидация насрал и приведет к большой региональной войне. Но Нитаньягу накануне полетел в Соединенные Штаты в Нью-Йорк. Где он выступал на генассамблее ООН. И сейчас очень многие склоняются к мысли что это была операция прикрытия. Что он специально полетел туда. Давай как бы понять там Хизбалле и Ирану что все нормально. Все штатно. Ну как бы какой нормальный премьер-министр покинет страну в такой момент. Но вот есть все-таки такая точка зрения что это было сделано нарочно. Уже в Нью-Йорке во время общения с журналистами после выступления он вдруг внезапно встал. Извинился и вышел куда-то там. Вот там где находился его военный секретарь генерал Гоффман. Судя по всему вот тогда он отдал приказ у ликвидации. Когда ему доложили вот в тот момент ему доложили что все готово. Насрало на месте в бункере. Каким образом это узнали трудно сказать. Электронные средства слежения. Агент какой-то там законспирированный, завербованный. Трудно сказать пока. Это и невозможно точно узнать. МОСАД не будет раскрывать эту деталь. Но по всей видимости получили четкие точные разведданные. Что вот сейчас данный момент насрало находится в этом бункере. Самолеты подняли в воздух. Благо лететь им там совершенно недалеко. И вот они сбросили бомбы на этот объект. Бомбы эти они с лазерным наведением. Это GBU. Судя по всему использовались GBU-28 противобункерные бомбы. Весят они порядка двух тонн. Корпус там сделан из обедненного урана в том числе. И суть этой бомбы в чем? Вообще в чем суть противобункерной бомбы? Она взрывается не при контакте с поверхностью. А она протыкает бетон. Вот 28 GBU-28 способен пробить 6 метров железобетона сплошного. И только потом подрывается. Там специально стоит такой детонатор, который позволяет подорвать бомбу не просто внутри бункера, а на определенном этаже бункера. Вот есть допустим бункер. У него крыша, скажем 5 метров железобетона. И дальше есть три этажа. Известно, что клиент находится или объект на втором этаже. И вот детонатор настраивают таким образом, что бомба пронизает 5 метров железобетона, первый этаж и подрывается только на втором. Вот буквально это работает таким образом. Производят их в Соединенных Штатах. И носителями их являются у нас, во всяком случае в Израиле, самолеты F-15 Ай-Ра-Ам. Это такая модификация специально для Израиля самолетов F-15 новейших. Новейшая модификация самолетов F-15. Они не новейшие. Про GBU-72, то что я говорил и писал у себя в телеграм-канале. Признаю, это была ошибка, неправильная оценка. Эти бомбы несут только бомбардировщики американские B-1 и B-2. И у Израиля нет бомбардировщиков такого класса. И поэтому вот такие бомбы он переносить, мы использовать точнее говоря не можем. Там ходили разговоры о разработке неких ракет противобункерных. Но, насколько я знаю, дальше проектов и разговоров дело не пошло. И вот, собственно, вот таким образом происходила операция. Это называется вообще вот разведывательно-ударный комплекс, да, грубо говоря. То есть четко полученные разведданные и тут же их нужно реализовать. Потому что клиент не будет находиться в бункере вечно. Он приехал на совещание, посовещался, уехал. И вот для этого, собственно, это все, эта цепочка, этот цикл очень быстро замыкаются. Все, взлетели, сбросили. Ну, благо лететь недалеко. С какой авиабазы конкретно работали, я сказать не могу. Вот, но факт, что там лететь немного совсем. Поэтому удалось этот цикл быстро замкнуть. Сразу после удара, через некоторое время после удара, по всей видимости, Авихай Эдри, это такой полковник израильской армии, глава пресс-службы армии обороны Израиля на арабском языке, обратился к жителям Дахи, некоторых домов в Дахи, с просьбой срочно их, так сказать, покинуть и отойти не меньше, чем на 500 метров. После чего начали наносить удары. Кроме этого, удары там начали наносить и по другой территории Ливана. Но в Бейруте, в частности, судя по всему, были уничтожены склады противокорабельных ракет. Возможно, среди них были вот те самые яхонты или ониксы. То, что Россия когда-то должна была дать Хизбалле через кого-то. Там через Сирию их переправляли и так далее. Но там тоже были очень мощные взрывы, вторичные детонации. И вообще всю ночь там громыхало и всю ночь израильские самолеты работали вот в эту самую пресловутую карусель. Волна за волной атаковали объекты в Ливане. Понятно, что говорить о том, что Хизбалла вот все полностью уничтожено, нет. Хизбалла по-прежнему представляет из себя довольно серьезную угрозу. Даже с учетом нанесенного ей ущерба. Но смысл-то весь в этом и заключается, что Израиль сейчас демонстрирует свою осведомленность тактическую и стратегическую. Насколько вообще в курсе, где кто находится, какие там склады расположены, где какое оружие хранится и так далее. Планомерно выносит весь этот потенциал Хизбаллы, ликвидируя полностью ее командование. И таким образом подталкивая ее к уступкам. Это вот называется эскалация ради деэскалации. Вот давайте, ребята, мы сейчас сделаем еще больнее, а потом еще, еще, еще. Такое ступенчатое давление. Есть такой план, тактический план, называется скороварка. Это вообще применяется при аресте подозреваемых в терроризме, когда окружают здание, предлагают сдаться, противник отказывается, здание обстреливают из стрелкового оружия, отказывается, начинают стрелять из гранатометов, отказывается, подгоняют бульдозеры, обрушивают здание. Вот такое ступенчатое повышение давления на объект. И вот буквально в масштабах всего Ливана применяется вот такая скороварка. Ступенчатое повышение давления на Хизбаллу с тем, чтобы она уже наконец отползла за реку Литани. Но вот, судя по всему, Хизбалла пока не демонстрирует желание. Может, у них просто реально некому принять такое решение. Кто-то должен объявить об этом. Итак, что мы имеем, собственно, вот в сухом остатке? Все военно-политическое руководство Хизбаллы ликвидировано полностью. Еще раз покажем вам эту картинку. Вот он, этот флеш-рояль. Все буквально от насрал. Еще пару дней назад картинка выглядела по-другому. Сейчас все полностью. Везде вот эта красная надпись «Хусаль» на иврите уничтожен. И непонятно теперь, кто же будет руководить Хизбаллой. Это очень такой серьезный удар. Крайне серьезный удар. Ликвидирован ведь не только Насралла, но и Сафи Аддина, который считался главным кандидатом в его преемники. Теперь непонятно, кто его вообще может заменить. Кто может заменить всех старших командиров. Понятно, что полевые командиры на местах будут предпринимать атаки ракетные в том числе и так далее. Сейчас главный вопрос заключается в том, будет ли наземная операция. Захочет ли Израиль воспользоваться моментом для того, чтобы добить Хизбаллу в Южном Ливане и отбросить ее туда дальше за реку Литания, а может быть еще севернее. Одна из главных проблем сейчас заключается в том, что некому в Хизбалле принять решение об отходе сил Хизбаллы от израильской границы. Просто некому принять такое решение. Кто-то, это очень важный момент. Не просто боевики должны переместиться физически, это понятно. Часть из них и так уже оттуда ушла, не считая тех, кто убит. Но кто-то должен физически объявить ртом своим, сказать, что мы выполняем там условия резолюта 17.01, мы отходим на север. Это сделать сейчас некому. А вот это очень важный момент. Ну, Хизбалла уже, собственно, с утра с сегодняшнего ведет такие довольно серьезные обстрелы севера. Обстреливают регион. Вот это вот верхняя, центральная, нижняя Галилеи. Это от, грубо говоря, Хайфы и восточнее до озера Кенерет. Вот весь этот регион подвергается мощным обстрелам. Самарию только что обстреляли вот в тот момент, когда я записывал это видео. Кстати, бьют в том числе по Рамалле. Рамалле – это столица палестинской автономии. То есть, в общем, короче говоря, и по своим тоже. Но не суть. Хизбалла будет обстреливать. Инструкции службы тыла пока не меняются в том смысле, что сирена в защищенное помещение. Пока они остаются прежними. Если что-то будет, будут какие-то изменения, напишу об этом у себя в телеграм-канале «Война с Ордой». В целом сейчас главный вопрос в том, что согласится ли Хизбалла после понесенного ущерба и вот этих жутких потерь выполнить резолюцию 17.01 и отойти севернее, если согласиться, кто об этом объявит. Кто официально об этом объявит. Нет сейчас в Хизбалле натурально ни одного официального лица, которое могло бы выйти и сказать перед камерами, что мы вот выполняем резолюцию. То есть, признать поражение некому. Все уничтожены. И это большая проблема. И это ставит вопрос о проведении наземной операции. Будет ли сейчас наземная, войдем ли мы в Южный Ливан, дойдем ли до реки Литания и так далее и тому подобное. Так что следим за этой ситуацией. Не забывайте поддерживать видео и не забывайте включать уведомления. Поэтому я вас прошу это делать, чтобы не пропускать новые видео. На связи. Всем пока. Продолжение следует...